Голосование за поправки в Конституцию России – важное политическое событие года. Выразить свое мнение о предложенных изменениях есть и у каждого совершеннолетнего россиянина. Страна выбирает будущее. Такие события происходят в стране нечасто. И последняя поддержка и участие в референдуме была в 1993 году, когда была принята Конституция, по которой мы сейчас действуем. И, конечно, эти поправки, которые вносятся в Конституцию, они крайне важны, потому что граждане будут защищены и дети, и взрослые граждане в сфере культуры, образования, социальной поддержки. Поэтому я считаю, что обязательно нужно поучаствовать и поддержать данные инициативы. Губкинский голосует. Голосует на девяти открытых ежедневно с восьми утра и до восьми вечера участках. В первой, шестой и седьмой школах, центре Ямал и дворце культуры «Нефтяник», спортшколах «Арктика» и «Олимп», в детской библиотеке и школе искусств номер два. Я считаю, что это мое право. Я должна, во-первых, воспользоваться этим правом, во-вторых, прийти проголосовать. Как говорится, если не мы, то кто кроме нас. Вот и все. Голосование проходит достаточно активно. Конечно, одновременно в помещении могут находиться не более двух-трех человек из тех, кто пришел проголосовать. Но стараемся не создавать очередь. Спасибо волонтерам, наблюдателям, которые помогают нам регулировать этот процесс. Поэтому все проходит достаточно и быстро, и удобно для голосующих. Ну и соблюдаем порядок. Порядок соблюдается действительно во всем. Предприняты всевозможные меры безопасности. Попасть на избирательный участок без средств защиты и из-за меры температуры невозможно. И, похоже, даже ручку свою не пронесешь. Это касается и голосующих. Выдали ручку, перчатки, маску. Померили температуру и обработали руки. И журналистов. Мы побывали на нескольких участках для голосования. Везде нас встречают люди. Добрый день. Добрый день. Везде обработка рук, контроль температуры. Мы уже были только что на предыдущем участке. Может быть, не стоит? Обязательно. Обработка вашей индивидуальной пакет. Здесь маска, перчатки и ручка. Пожалуйста. Вот такие наборы получают все, кто приходит на участки для голосования. Спасибо большое. Я по месту регистрации проголосовала. Все-таки будем мерить температуру. Обязательно. 36,6. Отличная рабочая температура. Можно посетить участок для голосования. Рекомендую проверить нашего оператора. Мы на двух участках стали свидетелями дезинфекционной обработки. Протирают столы, урну, в принципе, все поверхности, с которыми возможен контакт голосующих. На полу разметка для социального дистанцирования. Сегодня без опаски трудно в подъезд выйти или в магазин, но не на участок для голосования. Это подтверждают и наблюдатели. Они работают на каждом из девяти. Все организовано замечательно, с соблюдением всех норм и порядка. Поэтому я думаю, что все будет хорошо. Люди голосуют за свое будущее. Если все-таки остаются сомнения в безопасности, можно пригласить членов участковой комиссии на дом. Причины объяснять не придется. Список телефонов размещен на сайте территориальной комиссии Губкинского. Все возможности для того, чтобы высказать свое мнение. Надо прийти голосовать, потому что в дальнейшей жизни как будет у нас. В какую сторону пойдем. Хорошая, лучшая и в плохую сторону. Уже почти крылатое выражение. Плохую власть выбирают хорошие люди, которые не ходят на выборы. Сегодня мы выбираем не просто власть. Мы голосуем за главный закон страны. Конституция – основа для властей любого уровня. И голосуют сегодня не просто хорошие, но и ответственные люди. Наша страна – наше решение. Ольга Пескова, Денис Гимб. Новости Губкинского.